МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жить в стране, побитой молью, побитой в прямом и переносном смысле. Моль взмолилась на ОМОН за мочи и зачисти. Ее фашистовующий пресс-секретарь откровенно призвал размазать печень протестующих по асфальту. Вообще-то подобные призывы уголовно наказуемы. Но, похоже, именно они, точнее всего, отражают настроение взбесившегося самозванца. Вы испортили мне царственный праздник, я отомщу. Пасть порву, моргал и выколю. Новости из Москвы все больше напоминают фронтовые сводки. За протестующими гоняется ОМОН, винтят всех подряд. Даже депутата Госдумы Гудкова загребли в автозак. Даже домовитую Собчак гламурно отвели за решетку. Пока гламурно. Столь жесткий ответ на ненасильственный протест – характеристика власти. Ее недоговороспособность, граничащая с маниакальным страхом, ставит страну на порог, если не гражданской войны, то серьезнейшего конфликта. Люди, не согласные с тотальным беспределом, воспринимаются Кремлем, как смутьяны, нанятые на забугорные деньги. В то же самое время чиновничья свора вкупе с олигархатом и есть та самая пятая колонна, работающая в России вахтовым методом по принципу распродать и спутиниздить. Здравствуйте. Я еще раз вас поздравляю с праздником 9 мая. Скажите, пожалуйста, как вам сейчас живется? Да не особенно хорошо. Все дорого. Можно лечиться за деньги. Так что пенсионеру нелегкая жизнь. А как же победные реляции нашего правительства, что все хорошо? Все хорошо у них, все хорошо. А у нас очень плохо. А что нужно сделать, чтобы изменить положение дел? Ну, изменить тот вопрос. Поставить у руля хороших, грамотных, болеющих за народ и государство. А нас уверяют, что таких нет, что есть только Путин? Нет, это не так. Есть очень хорошие люди. А почему мы их не видим? Потому что у нас демократия такая сейчас. Не показывает их. То есть демократия заключается в том, чтобы не пускать никого к власти? Конечно. Потому что вот это вот сейчас выборы прошли. То Медведев, то Путин. Путин бы Медведев. Вот так и будет голосовать. Всегда. И так и пройдет до конца моей смерти. Ну, я надеюсь, что вы проживете долго. А если не секрет, вы за кого голосовали? Я только за коммунистов. Всегда, всегда голосую за коммунистов. Вы верный боец партии. Верный боец партии. В колонии демонстрантов превалируют красные флаги коммунистов. А вот те, кого еще вчера не успели или не смогли рассеять ОМОНовцы, протестующие, решили собраться под флагом Левого фронта. По беглому взгляду здесь, на Пушкинской площади, собралось где-то около трех или от трех до пяти тысяч демонстрантов. Скажите, а что вас с белой ленточкой привело на абсолютно коммунистический митинг? Ну, я не верю в то, что это абсолютно коммунистический митинг. Здесь все абсолютно, так сказать, люди, которые против преступной системы путинской. И даже не против Путина, а преступной путинской системы. И мы все вместе. И только вместе мы сможем эту банду скинуть. Вот таким образом. То есть вы полны решимости дальше бороться? Мы всегда выходили. И полгода назад, и год. И мы будем выходить. И нас будет еще больше. И тогда мы все вместе победим эту мразь. По колонии демонстрантов раздают белые ленточки. Как-то так. По-своему. По-домашнему. Давайте уже установим. Повыще подувается. Я пришел не на коммунистический митинг. Я пришел на разрешенные мероприятия. Потому что людям, которые на сегодняшний день надевают белые ленты, которые за честность и справедливость, которые собираются в городе уже два дня, фактически 48 часов, вот сегодня 9 мая в 11 часов, будет 48 часов, этих людей гоняют по городу, как, я не знаю, как кошка-мышку, собственно. И я это много раз наблюдал. Я, слава богу, не попадал в автозак, как называется, на местном жангоре, не винтился. Я был осторожен, все время отходил в сторону. Но, в принципе, люди, которые отдыхают, расслабляются, их ловят на улице и забирают в автозак и отвозят в отделение. Три часа держат и отпускают. Фактически беззаконие. Здесь мы можем пройти, объединившись с, в данном случае, тут левый фронт, коммунисты и так далее, законно и высказать, в общем-то, свое, то, что мы хотим сказать, каждой. Насколько я понимаю, есть определенная тема, которая всех интересует. Люди хотят честности, справедливости. Ну и чтобы у нас было стабильное будущее. Стабильное будущее будет, если мы меняем в жизни. А в провокациях вас потом не обвинят, что вот вы с белыми ленточками? Нас могут обвинить в чем захотят, но это не наш вопрос. Я отношусь по-философски именно так. То есть я считаю, что это не провокация. Я ничего не имею против коммунистов и против других партий. Я просто хочу, чтобы все было честно и справедливо. Россия будет свободной! Россия будет свободной! Россия будет свободной! Колонна левого фронта скандирует «Россия без Путина». Пока что силовики никак не реагируют на эти выкрики. Просто смотрят, наблюдают. Путин вор! Путин вор! Ну вы сами все слышите. Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Скандируя свободу Удальцову, свободу политзаключенным, колонна левого фронта вступает на Тверскую. Свободу Удальцову! Свободу Удальцову! Свободу Удальцову! Свободу Удальцову! В этих возмущенных возгласах действительно слышится гнев. Гнев народа. Долой президентское самодержавие! Будем выше богата! Пусть унышит богата! Самодержание! А вот самодержание! Революция! Революция! Мы здесь власть! Мы здесь власть! Наверное, давно господин Собянин не слышал ничего подобного. А может быть, вообще никогда не слышал. Пожалуй, никогда в последнее время лозунг «Россия без Путина» не звучал здесь, на Тверской. Сейчас этот лозунг звучит вполне легально. «Россия без Путина». Путин, мы идем! Путин мы идем, ОМОН тебя не спасет. Вот что скандируют протестующие с левого фронта. Путин уходи, Путин уходи, Путин уходи, Путин уходи, Путин уходи, Россия будет свободной. Перед колонной КПРФ не так много правоохранительных органов. В основном они сопровождают замыкающую колонну левого фронта. Демонстранты требуют к депутатам Государственной Думы немедленно сдать свои мандаты, полагая, что они находятся в парламенте незаконно. Впереди идущая колонна от КПРФ не отличается яркостью кричалок, а слыша то, что кричат позади них, они начинают подхватывать. Раз, два, три, Путин уходи. Действительно, последняя колонна ставит в этом движении не многоточие, а яростный и мощный восклицательный знак. Путин, палка, автозак! Завершим реформы так! Путин, палка, автозак! Завершим реформы так! Столь радикальную колонну, удивленную и слегка встревоженными взглядами, встречают то ли гости столицы, то ли уже москвичи. Россия без Путина! Глядя на уже почти привычное, но неадекватное количество силовиков, так и хочется задать вопрос. Неужели власть настолько не доверяет собственному народу? Белые левки борьба с Путиным! Белые левки борьба с Путиным! Белые левки борьба с Путиным! Вместо огня дым! В сетке календаря выплачен день! Красное солнце сгорает на тла, День нагадает снег! На пылающий город падает тень! Перемен требуют наши сердца, перемен требуют наши глаза. Продолжение следует... Будьте здоровы, берегите себя. 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 Так что, вот, я закончил. Мы не будем это скандировать, потому что скандировать ничего нельзя. Все. Вы скажите, причиной песни не плевайте, давайте не будем проводить сотрудников полиции, не будем петь. Где еще запреты? Стоять, сидеть можно. Мы не проводим сотрудников полиции, мы не нарушаем господин, мы не проводим. Я вас предупреку. Можно стоять? Мы не планируем, если мы решаем. Отлично, мы не проводим. Мы обланили гроб, мы не проводим. Мы не проводим. Выходила на берег Катюша, на высокий бедный плотой. Выясняется, что обычное пение – это тоже митинг. И петь нужно санкционированно. Попробуем. Бог, которого любила, за того, чьи письма берегла. Мы просто гуляем. У нас нет никаких лозунгов, нет звуковосиливающей аппаратуры. Мы просто собрались, друзья, для того, чтобы спеть в День Победы военные песни. В общем, я вам на камере говорю, я здесь никого не организовываю, я здесь любляю. В честь Дня Победы. От меня и от наших товарищей лозунгов не будет. Первый, второй задерживаются. Четвертый, пятый. Хорошо. То есть до того, как задержат нас с Анастасией, вы задерживать никого не будете. Мы можем так расследить ваши слова. Что же? Он только что пообещал, что вы первые пойдете. А я первая? Я второй. То есть до нас никого задерживать не буду. Число, провоцированное, неизвестно. Меня на Болотной площади вообще не было. Я был в первой. Да, но я не провоцирован. Да, я был в первой. Левый слабо остановился. Левый слабо остановился. Капитан, мы прекрасно с вами понимаем, что провокации были спланированы. То есть песни можно? Хорошо. Спасибо. А если я вознаги кричать не буду, вы меня все равно задержите? Если вы кричать ничего не будете. Если я лично не буду, то вы меня не будете задерживать. Только провокаторов тут много. Вы следите за ними. Хорошо? Хорошо. А то я так поняла, что если здесь кто-то что-то крикнет, то меня сразу... Пока что удалось договориться с представителями власти, что никого не задерживают. РФ... ...попал. 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 Прямо я здесь про меня, который был в мире, на всей территории рФ... ...попал. РФ... ...законны... ...и вот так, когда у нас пр Ветеранам, дожившим до этого дня, молебны, поминовения погибших. С другой стороны, какая-то странная напряженность в атмосфере Москвы. Какая-то военщина, люди в форме, в касках. В общем, власть чувствует себя крайне неуверенно. По всей вероятности, она очень плохо учила историк. Саша Сотник, Дмитрий Мелехин, телеканал «Политвейст».